Институт экономики РАН расскажет про открытые данные благотворительности. Продолжение следует... 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 Отраслевая аналитика, фармкомпании, строительный рынок и так далее. Все, кто занимается маркетинговыми исследованиями, все их используют. И это не говоря про рынок внедрения сервисов, например, продажи сервисов открытого бюджета для каких-нибудь региональных структур. Это еще плюс примерно 500 миллионов в год. Это не говоря про тех, кто зарабатывает деньги на данных ЦБ, который раскрывает огромное количество данных. И по госфинансам, и в принципе по банкам, потому что там просто очень трудно измерить. На каждом сайте висит плашка о курсе валют. По каждому банку раскрывается огромное количество его отчетности. И в общем там очень-очень-очень-очень много всего. Поэтому это колоссальный рынок. Вообще все, что касается денег, это обычно для тех, кто умеет пользоваться, это приносит деньги. Там очень трудно выехать только на технологии. Как правило, все эти проекты начинают с того, что есть человек, который понимает, как программировать что-то делать. Есть человек, который понимает, как устроен рынок. Ну, как в общем везде всегда. Итак, в качестве этой вводной, то есть для затравки, есть много людей, которые хорошо на этом зарабатывают. Есть те, кто на этом не зарабатывает и просто получает с этого некоторый фан. И я, собственно, начал заниматься этим, получая фан, запустив проект «Год затраты». Проект «Год затраты» — это второй наш флагманский проект, собственно, с инфокультуры, с комитета гумантов и инициатив, который можно сделать проектом по общественному контролю. И в этом проекте наша цель была собрать все те открытые данные по госфинансам, которые только есть, и дать некоторую площадку, через которую любой желающий может их скачивать. На каждый хакатон, на каждое мероприятие я всем говорю, вот «Год затраты», заходите туда, раздел «Открытые данные», кликаете, он вот тут у нас внизу находится, мы его не спрятали, а он у нас находится в футере. Открываем «Открытые данные», тут есть описание API, и, собственно, опа, кто-то уже что-то там накосячил. Ну, как всегда, генеральский эффект. Так, откроем API. Вот, API для доступа к данным «Клэрспэндинг». Все это доступно под свободными лицензиями, все это выкачивается из открытых данных госорганов, которые мы интегрируем в несколько источников, и все это раскрывается для общественного доступа. Кроме госзакупок, мы, кроме того, тянем данные по госгрантам, по госзаказчикам, по закупкам, собственно, по нарушениям, и делаем кучу-кучу визуализации. Зачем мы это делаем? Ну, вообще, когда мы только-только начали этот проект, идея была очень простая, наивная, вот просто-то невозможность. Я смотрел на компанию Sunlight Foundation, я смотрел на компанию Open Knowledge Foundation, организации, крупные некоммерческие организации, и думал, ох ты, блин, ядреный вошь, вот что ж они такие делают крутые штуки, а мы не можем. И где-то в 2007 году я начал ходить по иным количествам наших чиновников и говорить, слушайте, во всем мире там есть система раскрытия данных по контракту, вот они у нас выкладываются, давайте сделаем визуализацию. Все эти чиновники, к которым я ходил, они были похожи на перевернутых на спину тараканов. То есть они бледнели, сирели и говорили, что нет, наше министерство к этому морально не готово. У меня тогда еще была некоторая наивность, что государство это нужно. Ну, в смысле, государство готово это заказать, а я им это продам. То есть первая идея у меня была коммерческая. В течение времени я понял, что государство это не продам, и реестр контрактов как в системе прозрачности никому не нужна. Ну, тогда еще было, и открытого правительства не было. Дмитрий Медведев был каким-то там скромным вице-премьером по нацпрограмме здоровья. И, собственно, тоже, в общем-то, не то, чтобы горел сильным желанием все это делать. Поэтому я просто в определенный момент понял, что надо, что тут, что ходить думать, надо делать. И в течение примерно трех месяцев, бросив все, бросив там свою работу, всю свою фрилансерскую деятельность, я делал этот проект. Тогда он назывался «Рос госзатрата», еще была первая версия, очень маленькая. И вот он привелся, через эти времена вырос госзатрата. Вот за это я сделал эту первую версию, походил еще энное количество уже в другом состоянии, с прототипом. И тем же чиновникам я разворачивал, говорил, вот смотрите, есть, надо просто, так сказать, поставить свой логотип. В итоге мне удалось найти организацию, которая готова была поставить свой логотип. Это Институт современного развития, Инсор, который благополучно просуществовал до 2012 года, пока Дмитрий Анатольевич не покинул нас с президентов премьеры. И после этого Инсор тоже прекратил это поддерживать. Все это время я рассказываю про госзатраты, почему, про открытые госфинансовые данные, и одновременно рассказываю, как эти проекты создаются. Ко мне периодически подходят разные люди, говорят, что вот мы тут хотим, есть идея, где бы найти на это денег. Или вот, а как можно там делать проект, там, два года, там, три года, четыре года. За открытые криминальные данные я бьюсь уже шестой год. Ой, нет, извините, вру, пятый, 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 пятый. Шестой – это не я и по другой теме. С открытыми финансовыми данными я бился, начиная с 2007 года. Это уже девятый год, начиная еще с того момента, как я начал носиться с этим реестром контрактов. И здесь вариант только один. Если у вас есть ценностная идея, которой вы хотите заниматься, вы просто садитесь и занимаетесь ей. Через некоторое время она приносит, если не деньги, то, по крайней мере, возможность компенсировать это через какие-то гранты, через какие-то субсидии, через что-либо, создание сообщества. Если такой идеи, которой жжется, нет, тогда единственный вариант – это ходить и просить деньги у каких-то фондов или стартап-инчурных инвестиций, но даже они смотрят на горящие глаза. Горящих глаз нет, ну, это либо дадут деньги на распил, если с ними договориться, либо не дадут денег вообще. Либо рискнут. Поэтому это устроено примерно вот так. И госзатраты вы перезапускали три раза. Вот тот проект, который вы сейчас видите, вот с теми данными, которые есть, это третий проект по счету. Первая версия была только по федеральным контрактам. Когда данных было очень мало, когда данные публиковались на сайте правительства Москвы отдельно, Удмуртской республики отдельно, федеральные контракты отдельно, мы собрали их воедино и какое-то время он просуществовал. Через некоторое время стало понятно, что этого недостаточно, Министерство экономического развития все сломало, переделало. Мы сделали второй раз, собрали там больше данных, собрали 2 миллиона контрактов. Они поменяли снова форматы. И вот эта третья версия с той глубиной, которая у нас есть, это та история всего того, что мы создавали. И давайте я, собственно, продолжу говорить про госфинансы. Знаете ли вы, где найти информацию по всем российским бюджетам? Да. Да. Где? Google. Хорошая версия. Еще. Все бюджеты, все бюджеты российские. Где можно найти? От сайта казачейства. От сайта казачейства. Хорошая версия еще. Хорошо. Это был вопрос с подвохом. Нигде. Единого реестра пока нет. Есть портал, он называется budget.gov.ru. Давайте я его открою. И тут я уже поговорю немножко про другое. Почему я говорю, что у нас финансовый блок, он чуть более полезный, что ли, вменяемый, чем все остальные. Там проблемы с бюрократией, а не с, например, как с МВД. То есть, МВД, ты говоришь, что там откроете, они говорят, опа, а тут еще что-то у нас открытое было, сейчас уберем. А с министерством финансовым, говоришь, откроют, они говорят, ну, к 2018 году. Ну, может, к 2019. Но мы откроем, мы в план себе впишем, мы реально будем работать, мы с вами будем разговаривать. Ну, вот просто, ну, не раньше. Ну, на самом деле, конечно, не к 2019, а чуть пораньше получается. Если вы зайдете на этот портал, budget.gov.ru, там адские ссылки, не пугайтесь их. Там есть раздел «Данные сервисы», есть куча других разделов, но самое главное, я сейчас еще открою один раздел, они раскрывают информацию пока только по федеральному бюджету и некоторую информацию по региональным бюджетам. К 2019 году Министерство финансов обещает собрать все данные о муниципальных бюджетах, о муниципальных и региональных. То есть везде, где только тратятся наши деньги, они будут систематизированы. Это не только госзакупки. И о том, что когда мы говорим про то, что наше государство, как оно тратит деньги, госзакупки – это самая такая очевидная часть. Ну, там много, да, много тратится денег по госконтрактам, но одновременно с тем, как у нас закон о госзакупках ужесточался, одновременно с этим происходила другая история. Одновременно с этим государство увеличило количество субсидий, поддержку некоммерческого сектора. И давайте я вам задам вопрос такой на скидку. Я тоже люблю всем задавать, и те, кто знает, на него ответ, прошу не отвечать, вот прям точно. Сколько, да, даже вопрос, а сколько государство наше в каждый год тратит на СМИ, и сколько государство наше каждый год тратит на некоммерческие организации? 100 миллиардов, ну и хорошая версия еще? 100 много? Сколько? 200, хорошая версия. 5 миллиардов долларов. Ну, давайте в рублях все-таки, в долларах у нас бюджет не считается. Хорошо, но некоммерческие организации, вопрос проще. Сколько наше государство тратит на поддержку НКО? Давайте в качестве коварной подсказки я вам скажу, что в какие-то годы 5 миллиардов было через президентские всякие фонды, сейчас будет 8 миллиардов на президентские фонды, а всего? Можно отсюда? Да. Хорошо, давайте я там отвечу. По некоторым оценкам более-менее точным, примерно 158 миллиардов рублей в год тратится на СМИ. Да, примерно. Примерно. Если мы говорим про НКО, ну, в общем, если назвать ту же сумму, не промахнуться, как ни странно, они, в общем, пересекаются. Процентов на 80. И по деньгам, и по получателям. Да. Второй интересный особенно, и у нас был хакатон, вот здесь присутствует Мария Пельгун, да, организатор хакатона в высшей школе экономики, который был 27-28 февраля, там была тема финанса российских медиа. Мы там много чего поузнавали интересного про то, как российские СМИ финансируются государством, или наоборот не финансируются. Почему на инновации тратят меньше, чем на патриотизм? Оказывается, потому что СМИ не подают заявки на инновации, на финансирование. Но, смотрите, как все устроено, кроме того, что у нас есть госконтракт. Так вот, госконтракт – это не основной способ, которым государство раздает деньги. Основной способ находится рядом, он находится на том же портале budget.gov.ru, но у него сложная ссылка, я поэтому наберу ее, и он выглядит так, rs.budget.gov.ru. Это будет ссылка, которая является короткой ссылкой, перенаправляющей куда уже на сам реестр. Да. Да, это только федеральный бюджет. Сейчас я об этом расскажу, давайте я пока отсортирую по убыванию, например, вот этих получателей грантов и немножко вам расскажу, как это вообще произошло, как это происходит. Дело в том, что наше правительство, скажем так, финансово… ну, как бы так, не ругаться. Ну, в общем, есть проблемы с финансовой организацией, дисциплиной. И многие средства, которые направлялись по субсидиям, они, ну, как-то вот неожиданно там узнавали финансовую службу о том, что надо это делать. И изменения в бюджетный кодекс, которые проходили в прошлом году и вступившие с января 2016 года, ой, 2015 года, простите, они потребовали введения единого федерального реестра субсидий. Раньше они не фиксировались, только в бюджете где-то были описаны, теперь они все… появился этот единый бюджет, реестр. Вот он и есть. Для субъектов, для муниципалитетов этого нет. Мы можем узнать только на что из федерального бюджета деньги были выделены. То есть это обычно… субсидия – это совсем не госконтракт. Вы посмотрите, жесткие сроки и так далее. В субсидии есть некоторая целевка, которая прописана, целевой расход. Но чаще всего те, кто получает субсидии, считают, что я получил субсидии, а дальше тратю, как хочу. Это вот, по примеру, в основном так к нашей киношнике поступают. То, что я слышал из выступлений, например, было совещание одной из комиссий Медведева, где Министерство финансов стало контролировать целевой расход, ну там, практически то, как они расходуют средства, полученные на фильмы. Отец стали возмущаться. Мы там свои долги этим закрываем. Мы говорим, слушайте, у вас там цель написана, а вы тратите не на эту цель. Так вот, чтобы все это есть, появился этот самый реестр. И здесь, если мы посмотрим, ну первые там расходы будут там самые такие, типа там РОСА, там Фонд содействия реформе ЖКХ, какие-нибудь правительства Москвы, получающие департамент строительства, агентство строительства. Сейчас мы найдем, найдем, найдем. Всякие ОАО, Государственная корпорация. Ну, Госкорпорация, это, конечно, тоже некоммерческая организация, но пока мы их не рассматриваем как некоммерческие, это все-таки особый статус. Я думаю, сейчас все-таки найду. Вот, некоммерческая организация, Фонд развития, Центр разработки и коммерциализации новых технологий. НКО. 25 миллиардов рублей. После этого можно говорить, что государство наше недостаточно любит НКО? Ну, наверное, нет. Объемы финансирования некоммерческого сектора только растут. Так, я сейчас все тут найду. Вот тут еще недавно совсем было, 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 было. Можно просто вбить, конечно, слово некоммерческий, и мы сразу найдем довольно много всего. Вот, автономная некоммерческая организация ТВ Новости. Для тех, кто не знает, это Rush Today. И большая часть наших СМИ федеральных получает деньги из государственного бюджета через субсидии, измеряемые десятками миллиардов рублей в год. И поэтому все они находятся в статусе автономных некоммерческих организаций, иногда некоммерческих фондов и еще некоммерческих партнерств раньше было, до тех пор, пока такая форма юридических лиц существовала. Поэтому у нас финансирование НКО, финансирование СМИ очень сильно пересекаются. Они пересекаются они ровно в том, что еще в финансировании НКО подпадает организация всяких олимпиад, универсиад, ну и других крупных мероприятий. Вот, например, как это устроено. Но эти примеры я вам привожу не с точки зрения того, что правильно это делается или нет. Это очень спорно для людей, которые считают, что патриотизм это важно, а могут сказать, что мало тратить на патриотизм. Для тех, кто считает, что патриотизм не должен перебегать дорогу инновациям, они скажут, что слишком много тратится на патриотизм. Я немножко отстраняюсь от подобных дискуссий. Я говорю о том, где узнать эту информацию. Эту информацию можно узнать здесь, и эта информация доступна в машиночитаемом виде. Там есть API. Там есть с самого начала государственный портал, в котором есть просто API, который можно подключиться, выгрузить, поранализировать, обработать, собственно, что уже многие делали на хакатоне, многие делают сейчас, и что мы будем делать в рамках проекта «Гозаотрата». Итак, это один портал, о котором я уже говорил, и «Гозаотрата» мы пока еще данные оттуда не загрузили, мы берем только данные закупок Gov.ru. А второй интересный портал – это bas.gov.ru. За этим жутковатым интерфейсом, там если еще поискать, он легче не будет, можно открыть карточку конкретной организации, можно узнать очень много нового про те организации, которые мы иногда знаем каждый день. Давайте в качестве эксперимента назовите какой-нибудь университет или колледж. Вы школы экономики, еще? МГУ. Так, МГУ и Вышшкола экономики. Я говорю университета, потому что университетом гарантированно есть, и у многих из них есть некоторая эмоциональная память разного рода. Давайте начнем с Вышколы экономики. Вышшая школа экономики. Я не уверен, что она там есть, МГУ там точно был. А с Вышколы экономики она там то появлялась, то исчезала. Но сейчас мы проверим. Так, не находится Вышкола экономики. Да, она там, по-моему, была и исчезла. Давайте поищем МГУ. Московский государственный университет. А, нет, что-то нашлось Вышкола экономики. Автономный образователь учреждения. Есть, есть. Бинго. Контактная информация, дополнительная информация. Кузьминов, Ярослав Иванович. Вроде она. Полная информация об учреждении. Но здесь не похоже, что информация вся есть. Сейчас мы проверим. Фактически, например, годовая бухгалтерская отчетность. Как я предупреждал, интерфейс немножко адоватый. Итак, за 2013 год. Доходы, расходы и все остальное. Давайте начнем с доходов. Вот Вышкола экономики. В общей сложности доходы составили почти 11 миллиардов рублей. За 2013 год. Там есть разные строки. Давайте посмотрим расходы. Расходы составили немножко побольше. Итого 11,1 миллиардов рублей. Из которых 6,5 пошло на заработную плату. Там заработная плата, прочие выплаты очень скромные. Начисления все есть. Есть приобретение работы услуг, работа по содержанию имущества, коммунальные.